Страны закрывают границы, перестают выдавать визы и просят туристов оставаться дома. Эпидемия коронавируса поменяла планы около 300 тысяч россиян, которые купили путевки в европейские и средиземноморские страны на конец марта, апрель и май. Как быть в такой ситуации и можно ли вернуть потраченные деньги, выясняла Луиза и Геозарян. Я бы хотела подчеркнуть, что та ситуация, которая сейчас сложилась на рынке, она абсолютно уникальная и беспрецедентная. Такого кризиса действительно не было за всю историю туризма. Туроператоры не успевают обрабатывать массовые возвраты. Наиболее лояльный вариант – переждать пандемию или поменять направление. Правда, если выбрать второе, то кроме российских курортов сейчас турогенства ничего предложить не могут. Это Сочи, это Крым, побережье Анапа, Байкал очень хорошие цены, Алтай. Те, кто не смог вылететь до 20 апреля, мы всех перебронируем на лето, на осень. 10 апреля у люберчанки Ксении Букас и ее супруга семейный праздник – 10 лет совместной жизни. Этот день они планируют провести незабываемо. Море, лето и яркие пейзажи Турции заманили Ксению, и она купила тур на двоих. Хотелось бы, например, устроить фотосессию на побережье снова в белом платье, но не в таком свадебном, в каком-то более пляжном. Подзарядиться и дать новую волну нашей семье. Романтические планы разрушила всемирная эпидемия. С 23 марта Россия прекратила авиасообщение за границей. Узнав эту новость, Ксения посетила офис турагентства. Какие у нас есть сейчас варианты вообще, чтобы не потерять путевку и возможность путешествовать? Мы можем перебронировать на российское направление, на ваши даты. Также мы можем перебронировать на зарубежные направления после 21 апреля. Либо мы можем оставить денежные средства на депозите туроператора до конца 21 года. Девушка выбрала третий вариант. Он оказался самым выгодным. Денежные средства заморозили по курсу валют в день покупки тура. Путешествие не отменилось, а просто перенеслось. Мы меняем направление и меняем даты. Сейчас уточняем по поводу замены одного из путешественников. Скорее всего, это уже будут объединенные Арабские Эмираты и осень. Но не все готовы пойти на уступки. Большинство туристов требует возврата. На полную сумму могут рассчитывать только те, чьи путевки были забронированы до 20 апреля. Ожидание денег продлится от 30 до 60 дней. Мы рекомендуем туристам не суетиться, не паниковать. Туристический бизнес, подавляющее большинство крупных игроков, не намерены закрываться и уходить. Они намерены помочь своим туристам и продолжить дальше работу. Но спорные моменты не исключены. Если по какой-то причине туроператор отказывается делать возврат, пора идти в суд. Необходимо обращаться письменно с заявлением с требованием возврата денежных средств в полном объеме. Если туристическая компания не отвечает, то по истечению, как правило, месяца можно уже обращаться в суд за защитой своих прав. Поездка не состоялась по причине каких-то стекильных бедствий, обстоятельств, связанных с угрозой жизни и здоровью человека. Вины путешественника, клиента нет. Вопрос, который волнует туристов, когда все это закончится. У экспертов два прогноза. По оптимистическому сценарию первые продажи на зарубежные направления начнутся в июле. А по пессимистическому этот летний сезон россиянам придется провести на родине. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, Пётр Пономаренко, Алексей Андреев. Телеканал ЛРТ. Продолжение следует...